МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Доступная среда". Глава города поручил усилить работу по реализации программы. Светлая память. В Армавире вспоминали сотрудников ОВД, не вернувшихся с заданий. Волевая победа. Торпеда в домашнем матче с энергией сумела показать высший класс. Здравствуйте в студии Марина Белова. Вашему вниманию основные события жизни города в материалах наших корреспондентов. В мэрии прошла очередная планерка с руководителями структурных подразделений администрации и представителями коммунальных служб. Ее провел глава Армавира. Андрей Харченко подверг критике работу некоторых чиновников и дал на исправление недочетов сжатые сроки. В случае неисполнения поручений, мэр обязался привлечь к дисциплинарной ответственности тех, кто не желает или не может выполнять свои должностные обязанности. В самом начале планерки городской глава заслушал информацию своих подчиненных о выполнении поручений, которые были даны ранее. По мнению городоначальника, реализация некоторых социальных программ в Армавире идет медленно. Андрей Харченко поручил усилить работу по исполнению программы «Доступная среда». Речь идет о маломобильных гражданах, которым не всегда удобно передвигаться по городским улицам, посещать социальные учреждения и магазины. Не везде имеются пандусы, а там, где они есть, по ним иногда невозможно подняться из-за крутого подъема. Десять дней все обследовать, весь город перевернуть. На основании этого составить программу. Программу на следующем заседании Совета по инвалидам обсудить, утвердить первоочередные мероприятия. И уже на следующий год, под бюджет следующего года, эти работы расписать по управлениям. Детально обсудили на планерке и работу общественного транспорта. Для удобства пассажиров продлены некоторые маршруты, появились новые. В этом году 25 пассажирских «Газели» заменили на автобусы большей вместимости. В планах такую замену продолжить и в следующем году. Однако работа общественного транспорта еще далека от идеальной, замечает глава на планерке. Жалобы от жителей он получает регулярно. Некоторые перевозчики не выполняют условия контракта. Если маршрут должен работать до 21.20, чего он заканчивает 19.20? На то они шли на конкурс, чтобы иметь какие-то издержки, и только прибыль извлекать. Принять меры к перевозчикам, которые сегодня не выполняют наш муниципальный контракт. Мы же тут не в рамке этих красивых и хороших. Нам нужно, чтобы транспорт работал эффективно. Если в старой станице вместо 4 единиц работает 3, соответственно, интервалы движения нарушены. Соответственно, удобства для пассажиров нет. Бережно относиться к сделанному в городских больницах и в поликлиниках призывал глава не только пациентов, но и медперсонал. Известны случаи, когда уже через несколько дней после ремонта из-за неаккуратного обращения с мебелью и прочим инвентарем ремонт приходится проводить повторно. Андрей Харченко напомнил, около 900 миллионов рублей было выделено Армавиру в рамках программы по модернизации здравоохранения. Большая часть средств за два последних года уже освоена. Мы сегодня вкладываем большие деньги, еще не успели открыть или запустить отделение, уже где-то отбито, поломано, испачкано, испорчено. Самое главное, за это никто не отвечает. За все отвечает начальник или заведующее отделение. Если что-то произошло, по принципу разбили и поломали, то, соответственно, он не должен восстановить. Иначе мы все, что сейчас вложим, мы через полгода потом будем заново ходить, руками разводить и все это повторять. Далее на планерке проанализировали подготовку жилищно-коммунального хозяйства к зиме, оперативную обстановку, трудоустройство инвалидов и в целом перспективы развития Армавира. Александр Ефанов специально для телеканала РЕН-ТВ Армавир. К другим новостям. Погиб при исполнении служебных обязанностей. За этой короткой фразой оборвавшаяся жизнь и верность своему профессиональному долгу. 8 ноября отмечается День памяти сотрудников ОВД, не вернувшихся со служебных заданий. В Армавире в торжественной обстановке руководство службы и представители администрации честовали вдов и матерей погибших сотрудников. Рассказывает Лариса Юровская. Когда-то мужья и сыновья этих женщин 10 ноября надевали парадные мундиры. И вся семья собиралась за праздничным столом, чтобы отметить День милиции. Прошло время, и эту традицию продолжают теперь уже вдовы и матери погибших. В 89-м году в дом Ивановых пришла печальная весть. Глава семьи Сергей погиб во время задержания опасного преступника. Горечь утраты вместе с вдовой Татьяной разделили сослуживцы, личный состав и руководство службы. Мы семья, мы даже дружим, наши дети дружат. Мы здесь выходим в гости друг к другу. И это вот все благодаря тому, что нас собирают, понимаете, нас не забыли. И хочется сказать, что память жива о наших мужьях, о наших детях, о наших отцах. 41 год назад Нина Чумаченко похоронила мужа, который погиб при транспортировке ценного груза. Но один на один со своим горем женщина не осталась. Все время о семье заботились сослуживцы. Я, ну, очень благодарна, потому что, вот, ну, я сказала, очень тяжело. Да, тяжело было. Но, тем не менее, меня никогда, вот, пусть такой поддержки не было, как сейчас, вот, материальной там. Ну, всегда со мной были, вот, двое его друзей, при которых он погиб. Вот, я сенка и Астаха. Это была елочка детям, которую они сами привозили. Это были подарочки. Прошли годы, и мундир полицейского надел ее внук Борис. Женщины остались без мужчин. Заботу об их жизни взяло на себя руководство УВД и администрация Армавира. Путевки в санатории, дома отдыха, помощь по ремонту и улучшению жилищных условий. Мы стараемся делать все, чтобы вдовы и матери наших погибших сотрудников ни в чем не нуждались, заверил Александр Стаценко. Мы практически ежемесячно с ними встречаемся, они участвуют в нашей общественной жизни и помогают и сотрудникам, потому что большинство уже на сегодняшний день внуков уже работают у нас в отделе. Они общаются с сотрудниками молодыми, поэтому тут общение не только с нашей стороны, но и между сотрудниками. Поэтому у нас тесная взаимосвязь, мы постоянно с ними общаемся, на все праздники уделяем внимание. Эти женщины не привыкли жаловаться. Но все-таки есть проблемы, с которыми трудно справиться в одиночку. И в первую очередь это, конечно, получение жилья. Если, конечно, можно какая-то возможность, я общежитие приватизировала, оно приватизировано, но я согласна его отдать, лишь бы хотя бы на старости лет пожить. Поможем, заверил заместитель главы города Сергей Фролов. Мы со своей стороны тоже будем прилагать все меры к тому, чтобы по возможности, конечно, оказать помощь вам в повышении ваших возможностей. Поэтому мы помним вас, да, что ваша проблема, она на конторе с этой организацией города Амберя. И я думаю, что будем стараться и приложить. Приложим все усилия, не то, чтобы помочь. Слезы скорби и тут же радостные улыбки. 10 ноября я всех приглашаю на праздничный концерт, а затем в театр. Посмотреть премьерные постановки порадовал женщин директор армавирской драмы Александр Абелян. Самое главное, чтобы жила память о тех, кем по праву может гордиться служба внутренних дел России. Лариса Юровская, Грая Рванян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Продолжая выпуск, что ты думаешь о своем поколении? Ответ на этот вопрос искали участники заседания дискуссионного клуба «Молодежь и время», которое прошло в Центральной городской библиотеке имени Крупской. Как известно, юных членов общества принято было ругать во все времена. Однако сегодня это делается особенно усердно. Какие из обвинений справедливы, а какие нет, и предстояло определить собравшимся. Подробности расскажет Влада Волошина. Германт на расхват, он очень был большим острословом, и все его остроты моментально расходятся, их повторяют, их выдают за свои, а ему просто совершенно скучно. Заседание клуба началось с рассказа о жизни Михаила Лермонтова не случайно. «Печально я гляжу на наше поколение». Эти слова и стихотворения поэта стали эпиграфом мероприятия. Прошло два века, но изречение продолжает оставаться актуальным. Более того, конфликт отцов и детей с каждым годом становится все острее. Ян Попов нашел этому свое объяснение. «В древности этот конфликт проявлялся в меньшей степени из-за того, что молодежь единственным источником опыта и знаний видела только старших. Сейчас же, по уровням развития технологий, эти источники взрослые являются не единственным источником получения знаний, умений и навыков». «Так почему же старшие ругают молодежь? Просто по традиции или на это есть причины? Организаторы мероприятия считают, что ребята должны найти ответ на этот вопрос. Тогда им легче будет адекватно реагировать на замечания в свой адрес». Участниками заседания стали армавирские студенты. Ведущие предложили им рассказать о том, что говорят о них окружающие и как они сами оценивают себя. Роман Олентев поднял руку в числе первых. «О себе я слышу, ну, достаточно приятное, лестное, так скажем, мнение. Но на самом деле я знаю, что эти люди говорят за мою стеной. Так что наше поколение современное очень отвратительное. Культом раньше был в России, в СССР, был культ личности. Ну а сейчас у нас культ на личности». Безусловно, обстановка в обществе и поведение представителей старшего поколения оказывают большое воздействие на формирование личности молодого человека, уверены участники заседания. Светлана Чернышева знает, что есть качества, которые нужно воспитывать с детства посредством личного примера взрослых. «Недавно ученица по истории, допустим, рассказывала, что была в театре и просто шокировалась. Как только все вышли на поклон, тут же видят пустой зал. Все же разбежались. То, что нужно в театр ходить там с цветами, обязательно уходить, когда там занавес закроется. Вот как-то вот это нужно ребенку. Она говорит, вот я со своим ребенком хожу в театр, мы обязательно, пусть там эту розочку за 50 рублей купим, но обязательно он приюзляет это». В завершении мероприятия ведущая прочитала ребятам несколько из речений. В них звучала критика в адрес молодежи. Она не уважает старших, ленива, бездравственна. Студенты решили, что речь идет об их поколении. Но оказалось, что это мысли людей разных эпох, от древнего Рима до современности. Плохие качества осуждались во все времена. Вести же себя достойно похвалы или порицания, каждый решает сам. Влада Волошина, Артур Коржанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». К другим темам. В «Армавире» начались сладкие дни. На центральной площади развернулся самый вкусный и полезный из всех возможных праздников – Всероссийский фестиваль меда. В наш город приехали пчеловоды не только со всего края, но и из многих других уголков страны. Отсюда и такое разнообразие продукции. В красочных шатрах представлено более 200 разных сортов сладкого лакомства. В чем между ними разница, знает Ольга Чихонцева. Скоро зима и горожанам уже пора к ней готовиться. А ни способа лучше не придумаешь, как поддержать здоровье натуральными продуктами. Таких на фестивале меда с избытком. Для хорошего настроения и отличного самочувствия перга. Для безупречной кожи, шикарных волос, маточное молочко. Для укрепления иммунитета абсолютно все сорта меда. Приехали они к нам из разных уголков России – Башкирии, Алтая, Дальнего Востока и Юга. Мед Татьяны Дюжевой собрали пчелы на горных вершинах Абхазии. Горные меды, они особенно тем, что они очень насыщены и полезны своими свойствами. Горы, они же чистые идут. То есть и воздух, и климат, и кислород там все это ходит туда. Особенность этой вкусной выставки в том, что любой из более чем 200 видов экспонатов, включая эксклюзивные каштановый, дягилевый, башкирский, липовый мед. И даже русский напиток медовуху можно бесплатно попробовать, и если понравится, приобрести. Очень вкусный, вот этот вкусный липовый мед, и белый, и с маточным молочком, и тот, очень-очень вкусный. Вот я взяла для лечения. Опытные пасечники с удовольствием расскажут о полезных свойствах каждого конкретного вкусного товара. Это и цветочная пыльца, перга, маточное молочко, прополис. Все вы можете найти здесь у нас. Скажу больше, что на нашем фестивале не только мед и продукты пчеловодцев, но еще и мастера прикладного искусства. Это замечательные поделки ручной работы из бересты, кжель, ну и многое другое, что вы можете найти здесь. Предусмотрена акция мед по льготной цене для ветеранов, инвалидов, многодетных семей. Кто предъявит документы, получит большую скидку. Сладкий праздник продлится в городе всего 4 дня, но организаторы обещают, что они армовицам запомнятся. Кроме акций и подарков, посетителей каждый день будет радовать концертная программа. Но что самое главное, такое полезное лакомство – мед тут будет литься рекой. Ольга Чухонцева, Артур Каджанян, служба информации телеканала РНТВ «Армавир». Новости спорта. 7 ноября в рамках первенства по футболу среди команд 2-го дивизиона «Зоны Юг» «Армавирская торпеда» на своем поле принимала энергию из Волжского. Для торпедовцев это был последний домашний матч в этом году. О том, как прошла игра и с каким счетом закончилась – в нашем сюжете. Условия, в которых проходила встреча, нельзя назвать даже просто нормальными. Дождь, начавшийся еще ночью, превратил футбольное поле в рисовые чеки. Мяч слушаться игроков отказывался напрочь. Впрочем, обе команды играли на одной арене. Вот только первый гол забили в наши ворота. Уже на 11-й минуте из-за предела в штрафной его отправил в створ Артур Петросян. Второй мяч черно-белые пропустили от Игоря Масленникова. Ошиблись наши защитники и вратарь неуверенно сыграл на выходе. На 40-й минуте Анатолий Шевченко заслужил пенальти и пробил его сам. Однако слабым ударом направил мяч мимо. Вратарь гостей Валерий Поляков даже не стал реагировать. На перерыв футболисты ушли со счетом 0-2 в пользу гостей. Из раздевалки вышла уже совсем другая команда торпеда. Черно-белые собрались, настроились и показали таки высший класс. Иначе быть просто не могло. Последний в этом году домашний матч должен был стать победным на радость всем болельщикам, которые, несмотря на дождь, активно поддерживали любимую команду. Опасные моменты следовали один за другим. На 51-й минуте Буньямудин Мустафаев не дотянулся головой до мяча, чтобы попасть в пустые ворота. На 63-й минуте дальний удар нанес Василий Бровин, но мяч попал в штангу. Энергия пыталась переломить ход матча с помощью замен. Но на 69-й минуте Эдуард Лусикян левой ногой подал в штрафную, и там Виталий Шахов головой отправил в ворота гостей первый мяч 1-2. На 88-й минуте ситуация повторилась. Виталий Шахов пробил по воротам, вратарь гостей среагировал вовремя, затем ударил Анатолий Шевченко, и Валерий Поляков поймал мяч, но уже за линией ворот. 2-2. К основному времени судья добавил 4 минуты. Это привнесло хорошую порцию азарта и на поле, и на трибуны. Казалось, что игра закончится в ничью, но вышедший на замену Эрнест Ягиазаров выбрал хорошую позицию и нанес удар прямо во вратаря. Его реакцию сложно было назвать удачной. Мяч он упустил в ворота. 3-2. Торпеда, показав потрясающую волю к победе, набрав 37 очков, занимает третью позицию в турнирной таблице. Следующая игра пройдет на выезде. 12 ноября черно-белые встречаются с Астраханью. Это будет последний матч в этом году. Марина Белова, Грая Рванян, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». От новостей спорта к метеопрогнозу. Я передаю слово Ольге Чухонцевой. Она уже в студии, готова рассказать о погоде на пятницу. Здравствуйте. Армавирцы будут мокнуть под лондонским дождем. По расчетам синоптиков, циклон, который принес непогоду в наши края, появился над Великобританией. Первую половину пятницы он с осадками повременит, а во второй небо заплачет. Температура воздуха в нашем городе будет то же, как в столице Туманного Альбиона. В светлое время суток 11 градусов тепла, ночью плюс 9. Только ветер, вопреки европейской погодной тенденции, будет дуть не с запада, а с востока. Скорость его составит 3 метра в секунду. А теперь о русских народных приметах. В старину с 9 на 10 ноября женщина давала обед в глубоком молчании и трудолюбии. Считалось, что за это высшие силы наградят ее исполнением заветного желания или подарят хорошее самочувствие близкому человеку. Правда, сколько для этого нужно безмолвствовать и сколько прилежно работать, народная мудрость умолчала. Лучше не надеяться впустую, а самим взяться за дело. Начать стоит со своего здоровья. Спелия лечебница Центра Ассоль приглашает укрепить иммунитет и провести профилактику простудных заболеваний. Марина? Медиопрогноз завершил выпуск. С новостями вы можете также познакомиться на сайте ravita.info и на авторадио Армавир. С вами была Марина Белова. Всего доброго. До встречи на канале РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова